Здравствуйте! В эфире телеканала CBC, специальный выпуск, в рамках которого мы поговорим об организации работы в сфере образования, онлайн-новшествах в условиях пандемии коронавируса, насколько эффективно прошло адаптирование и что еще предстоит сделать. С нами на связь выходит проректор университета АДА в Азербайджане Фарис Исмайлзаде. Господин Исмайлзаде, здравствуйте! Добрый день! Очень рад вас видеть! Спасибо большое, что уделили нам время в вашем плотном графике. Спасибо! Пандемия COVID-19 затронула практически все сферы общественной жизни и в Азербайджане. Не стала исключением и система образования. На днях вышла очень интересная статья ректора университета АДА, уважаемого Хафиз Пашаева, под названием «Применение цифровых технологий в нашем образовании», в которой он рассказал про опыт и новшества университета АДА. Как, по-вашему, удалось ли нам оперативно справиться со всеми трудностями и как на сегодня работает онлайн-система образования? Спасибо! Я очень благодарен за эту возможность. На самом деле, это очень актуальная тема, и мы почти каждую неделю в университете обсуждаем эти вопросы и онлайн-дискуссии делаем. Вы знаете, что у нас сейчас новые реалии. Мы уже почти два месяца не можем работать в университете. Занятия не могут проводиться из-за коронавируса. Поэтому мы очень быстро и очень эффективно перешли на систему онлайн-образования. У нас для этого была уже достаточно хорошая платформа, хороший опыт. Мы еще в 2017 году купили программы для таких онлайн-уроков. Одна из этих программ называется Blackboard. Это очень знаменитая программа. У нас уже учителя были для этого подготовлены. И мы за очень короткий срок, буквально за две недели, смогли создать новую систему, новый метод работы. И учителя сейчас эффективно продолжают занятия. За этот семестр у нас не было пропущено ни одного занятия. Все занятия по графику, по расписанию идут, и ученики не отстают от учебного процесса. Фарис Майлев, а как ученики, в целом студенты Университета Ада восприняли эти новшества? Университет сам по себе был готов, как вы отметили, технически подкован к новым условиям. Как студенты к этому адаптировались и какие в целом у них впечатления были от всех тех новшеств, которые представил университет? Вы знаете, у нас университет, так как сравнительно современный, новый, и у нас студенты с самого первого дня очень тесно работают с IT-технологиями. Даже когда они подают документы, они используют электронную анкету. Когда они начинают здесь учиться, у них есть имейл-система, у нас есть платформа, где они получают свои домашние задания, тесты проводят. У нас вся информация о студентах на электронной базе. То есть студенты с первого дня уже привыкают к этой системе, когда очень тесно работать надо с IT-технологиями, с инструментами, с платформами. И поэтому для них это не удивление, для них это обычный режим. И мы наших студентов тоже обучаем, мы им небольшие тренинги проводим, показываем, как использовать видеотехнологии, как использовать форумы, дискуссии, онлайн-дискуссии, как правильно подавать документы, домашние задания, как выполнять по нашей платформе. То есть студенты, они чувствуют IT-технологии в своей ежедневной жизни, они это видят. И поэтому для них это не, как бы, ничего нового для них не произошло. И мы с помощью вот наших платформ, это Blackboard, Collaborate, Banner, мы смогли очень эффективно продолжить наш ежедневный режим преподавания, ежедневный режим работы университета. У вас также в Аду-университете учится очень много иностранных студентов. Возникли ли какие-то трудности с теми, кому пришлось покинуть Азербайджан, вернуться обратно на родину на период пандемии коронавируса? С ними общение продолжается или же таких трудностей в университете также не наблюдалось? Это очень хороший вопрос, потому что у нас учится на самом деле много иностранцев. У нас около 150 иностранных студентов из 40 стран. Некоторые из них приехали по обменной программе на один семестр. А многие из них учатся здесь на наших бакалаврских и магистрских программах. И, к сожалению, некоторые из них вынуждены были уехать. Сейчас они продолжают режим обучения по онлайн-системе. То есть они в своих странах, но продолжают этот семестр брать уроки наших преподавателей. Те, которые остались в Баку, они, естественно, из дома не выходят, но тоже продолжают учиться по онлайн-системе. Мы очень надеемся, что в будущем эта онлайн-система позволит нам преподавать не только, например, бакалаврские и магистрские программы, но и мы сможем охватить краткосрочные программы сертификатов для дипломатов, для госслужащих. То есть это мы можем сделать и для азербайджанских госслужащих, и для иностранных дипломатов. То есть вот эта новая реальность создает новые возможности. И наши иностранные студенты, они говорят, что они до сих пор, то есть за тот промежуток времени, который они у нас обучались онлайн, очень довольны качеством. Они очень рады, что у нас такая платформа есть, они очень рады, что у нас эта такая техническая база есть, и они продолжают обучение по онлайн-системе. Мне лично, что очень понравилось в Университете Ада, одно из новшеств, это онлайн-дискуссии с дипломатами, с политическими деятелями, с различными служащими госструктур, которые Ада-университет успешно организует в онлайн-формате с привлечением всех выпускников или же тех, кто до сих пор учится в Университете Ада студентов. Скажите, вот такие новшества, которые сейчас были использованы в период карантинных мер, в период ограничений в Азербайджане, они продолжат свое действие после снятия карантинных мер? И если да, то какие в частности новшества останутся на период даже после пандемии? Вы знаете, вот эта новая реальность для нас создала возможность обсудить онлайн-обучение. Мы очень детально обсуждаем плюсы и минусы онлайн-образования, и мы видим, что на самом деле есть очень много новых моментов, новых плюсов, о которых мы не задумались раньше. И мы сейчас думаем, планируем, вот дай бог, когда у нас карантин закончится и эта пандемия закончится, как же мы сможем дальше продолжать онлайн-обучение, как можем использовать онлайн-технологии. Я думаю, что здесь очень много новых возможностей для дистанционного обучения, в том числе для тех, кто не могут приехать в Азербайджан, мы для них можем предложить онлайн-услуги. Тут очень важно еще понять то, что онлайн-образование дает новые возможности для студентов, которые могут быть не нашими студентами, но они захотят послушать какие-то лекции наших преподавателей. То есть какие-то возможности для тех, кто в других вузах учится, мы можем им тоже предоставить лекции наших преподавателей, а также для иностранных студентов. В целом в секторе образования сейчас очень новый этап в секторе образования, новая страница, и мы очень много обсуждаем это. Вы знаете, онлайн-обучение это скорее такой новый челлендж для нас, для сотрудников университетов. Мы должны подумать о плюсах, и мы также должны подумать, как минимизировать минусы. Минусы тоже есть, конечно. Например, я думаю, что все-таки студенты, они когда вместе общаются, вместе учатся, они друг от друга тоже много чего узнают. И воспитываются вместе в университетской среде. Сейчас, к сожалению, они сидят дома, и такой возможности нет. Но все-таки мы должны думать о том, что открываются новые онлайн-ресурсы, и мы в будущем будем тесно использовать их в нашей повседневной жизни. В нашем университете уже говорят о том, что надо часть уроков перевести на онлайн, даже после пандемии. Некоторым преподавателям это нравится, некоторым студентам тоже нравится. Они хотят, чтобы хотя бы как минимум 20-30% уроков было онлайн. Тем самым мы можем охватить более большую аудиторию, более широкую аудиторию для наших программ, для наших образовательных материалов. Гибридная форма обучения, так получается. В целом, университет Ада, он технически был подкован на протяжении долгого периода времени. Практически с момента создания университета Ада привлекал очень много международных специалистов, чтобы интегрироваться, развиваться как технически, так и в образовательном смысле. В целом, система образования в Азербайджане. Интересно узнать ваше мнение, насколько она справилась, по-вашему, с новыми реалиями. И вот говоря о системе гибридного образования, то есть часть будет онлайн-обучение, часть в обычном формате, в классах. Насколько она приемлема для Азербайджана и для нашего будущего? Я думаю, что наша система образования тоже очень хорошо и с поднятой головой справилась с этой ситуацией, учитывая то, что пандемия наступила внезапно и за очень короткий срок. Я знаю, что школьное образование продолжается в телевизионном формате. Я знаю, что многие вузы перешли на онлайн-обучение, используя разные платформы. У некоторых вузов эти платформы были, у некоторых вузов их нет. Они используют открытые платформы. Но в целом тут очень важно обратить внимание на подготовку преподавателей, потому что многие преподаватели, они не имеют опыта онлайн-обучения, образования, онлайн-преподавания. Они, значит, затрудняются в этом процессе. И очень важно, чтобы наши азербайджанские преподаватели были натренированы и чтобы у них были какие-то тренинг-курсы по онлайн-преподаванию. Очень важно перевести материалы на онлайн-платформу. То есть есть учебники, но многие учебники должны быть переведены на электронные учебники или на электронные какие-то другие ресурсы. Это тоже занимает время. Наш университет, я особенно хочу подчеркнуть, что мы начали готовиться к использованию IT-технологии очень давно. Мы его применяем не только в процессе образования, но и в процессе управления. У нас и финансовый отдел, и отдел кадров, и отдел закупок. Многие отделы нашего университета автоматизированы, используют цифровые технологии, используют электронные платформы. Вся жизнь университета, документы оборот, и все отделы, они работают на электронных платформах. Поэтому, в принципе, для нашего университета уже достаточно эта новая реальность, она достаточно знакома. Я бы очень хотел бы, я пожелал бы, чтобы другие вузы тоже бы очень скоро перешли на такую новую реальность, автоматизировали свои процессы, закупили вот эти новые платформы, натренировали учителей. И я думаю, что со временем наша образовательная система, сектор, перейдет на это и очень, так сказать, эффективно будет продолжать свои онлайн-занятия. А какие, по-вашему, наибольшие плюсы для студентов? Минусы вы уже отметили, что если среди минусов самый такой яркий пример, это может то, что студенты, к сожалению, не имеют возможности общения друг с другом на период изоляции. А если говорить о самых важных плюсах не только для университета, но и для студентов, что для них онлайн-образование в первую очередь может дать? Ну, во-первых, тут речь идет о том, что студенты экономят на транспортных, значит, на том промежутке времени, которое они тратили на транспорт. Студенты не должны, значит, очень много времени проводить впустую. Они сидят перед компьютером, могут читать, могут заниматься. Я думаю, что онлайн-образование дает также доступ к иностранным преподавателям. То есть мы закупили лицензию Курсеры, и мы раздали это нашим студентам. Сейчас наши студенты, помимо наших уроков, берут еще уроки в ведущих вузах всего мира. Значит, получается такая новая возможность для них обучаться даже и в зарубежных вузах, не выходя из дома. 2500 лицензий мы купили, и наши студенты сейчас занимаются у ведущих преподавателей мира. Когда я говорю «купили», я имею в виду, что эту первую лицензию на 2500 человек нам дали бесплатно, но в дальнейшем, если студенты хотят сами обучаться, то эту лицензию надо покупать. Я очень надеюсь, что онлайн-образование также создат новые возможности для более глубокого анализа тех ресурсов, которые существовали в интернете, но до сих пор студенты их или не читали, или времени не хватало. Сейчас они могут перед компьютером сидеть и искать, делать хорошие исследования. Вот такая у нас новая реальность. Я думаю, что мы должны свыкнуться с этим, мы должны адаптироваться, и мы должны со временем использовать те ресурсы, которые были, но до сих пор не были полноценно использованы. Конечно, как говорят и прогнозируют многие эксперты, реальность уже будет абсолютно другой. Мы не вернемся в то время, которое было до пандемии, и нам необходимо все-таки привыкать к новым условиям жизни. Это в том числе касается и образовательной сферы. Очень важно сейчас подумать о том, как возместить тот пробел, который существует, скажем, в спортивных мероприятиях для наших студентов. Мы делали очень много культурных мероприятий. Иностранные студенты здесь делали концерты свои, устраивали свои шоу, где они показывают свои традиции, свою культуру. Вот мы должны найти метод, как восполнить этот пробел. У нас очень много были мероприятий, где принимали участие иностранные специалисты, госслужащие, президенты разных стран, значит, разные высокопоставленные люди. Вот этот пробел сейчас надо найти, как восполнить. Очень важно подумать о том, как проводить конференции. У нас бывало очень много научных конференций, но, к сожалению, сейчас мы это не можем проводить. Мы должны придумать новый формат, может быть, онлайн-конференций или онлайн-форумов. Вот эти задачи перед нами сейчас стоят очень остро. Если говорить про онлайн-конференции, я думаю, Аду Университет очень успешно это компенсирует за счет тех онлайн-митингов, которые она организует, то, что мы с вами обсудили буквально пару вопросов назад, о том, что все-таки продолжается приглашение и политических деятелей, и выпускников Ада. И в рамках многих программ у студентов появляется возможность не только принять участие, но и спросить интересующие их вопросы. Фарис Малим, а как обсуждается у вас сейчас сотрудничество со множеством университетов, с партнерами университета Ада, которые разбросаны по всему миру? В частности, какие вопросы стоят на повестке дня и разрабатываются ли уже какие-либо программы на будущее в условиях новых реальностей? Спасибо за этот вопрос. У нас, вы знаете, есть обменные программы с 40 вузами Европы и Америки. Мы каждый семестр принимаем иностранных студентов, а также отправляем азербайджанских студентов, ведущие вузы мира. Но, к сожалению, сейчас из-за ограничений в транспорте мы это не можем делать. Мы очень надеемся, что осенью или же уже со следующего года эти обменные программы могут заново работать. Студенты учатся в зарубежных вузах, для них это хорошая возможность, хороший опыт. Мы сейчас обсуждаем с нашими партнерами двойные программы, двойные дипломные программы. Вот совсем недавно мы подписали двойные дипломные программы с университетами Джорджа Вашингтона, МГИМО, с французским университетом СИФАМ. Я думаю, что такое сотрудничество будет продолжаться. Также мы обсуждаем сотрудничество в исследовательских проектах. Мы очень хотим, чтобы наши преподаватели не останавливали свои исследовательские работы. Они очень тесно работают со своими коллегами из разных стран, из разных вузов. Поэтому я думаю, что международное сотрудничество будет продолжаться. Мы очень хотим, чтобы наш вуз был интегрирован, международное сообщество. Сейчас, вы знаете, в этом году наш университет очень активно работает над международной аккредитацией. И мы эту работу продолжаем. У нас есть иностранные консультанты, которые нам делают определенную работу в онлайн-режиме. И мы очень надеемся, что в начало 2021 года мы уже получим нашу международную аккредитацию. То есть международное направление нашего университета работает очень активно. И мы будем приглашать иностранных преподавателей работать с нами или в онлайн-формате, или же, если пандемия закончится, они будут приезжать в Баку и преподавать у нас на кампусе. А прием студентов, новых студентов в университет Ада, который практически он проходит онлайн. Вы об этом сказали частично в предыдущих ответах. Наблюдаются ли какие-то изменения для этого года или же все пройдет в обычном режиме? У нас уже объявлен прием документов. У нас все это делается на электронной платформе. К сожалению, из-за того, что SAT-экзамены были отменены в марте и в мае, количество тех аппликантов, которые приедут к нам учиться по SAT-экзаменам, результатами SAT-экзаменов чуть-чуть уменьшается. Но в целом у нас прием продолжается. У нас в этом году мы надеемся, что около 500 студентов начнут обучение в нашем ВУЗе. И мы очень надеемся, что среди них будут также иностранцы. То есть мы через наше посольство, наши дипломатические миссии очень активно рекламируем наши программы. Идет очень большая агитационная работа в газетах, журналах в разных странах. И я очень надеюсь, что с приемом студентов у нас в этом году никаких проблем не будет. И мы готовы принять новую группу первокурсников. Ну что ж, Фарис Малин, мы желаем вам удачи. И спасибо вам большое за интересное интервью сегодня. Я тоже вам благодарен за эту возможность. Я хочу сказать, что та статья, которую написал наш ректор, это очень короткое описание тех очень больших проектов, тех работ, которыми наш университет провел за последние 10 лет в имплементации IT-платформ для работы вузов, для академических процессов. Там была не только одна программа Blackboard, там были много разных программ. И мы за эти 10 лет их все закупили и использовали в работе нашего университета для оптимизации нашей работы. И я очень надеюсь, что эта статья понравится ректорам и сотрудникам других университетов. Я в этом более чем уверена. Мне самой довелось прочитать эту статью. И это просто замечательный, можно сказать, курс для многих университетов, не только в Азербайджане, но и в мире, которые могут почерпнуть для себя много нового для новых реалий. Еще раз спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. На этом все. Вы смотрели специальный выпуск, в рамках которого мы поговорили об организации работы в сфере образования, онлайн-новшествах в условиях пандемии коронавируса. С нами на связь вышел проректор Университета Ада в Азербайджане Фарис Исмайл Заде. Оставайтесь дома, смотрите телеканал CBC и будьте здоровы. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин